а здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается золотой колос и пошел наконец-таки второй игровой день хотя это уже четвертая серия ну ладно неважно сегодня у нас друзья как вы уже поняли по названию серии первую очередь конечно же надо будет убирать все поля и разобраться с этим самым урожаем что-то отправить на переработку что-то продать что-то еще куда-то у нас сейчас в имениях находится шесть полей восемнадцатом нас растет лен на шестом растет подсолнечник на седьмом растет пшеничка и на рисовых чеках два поля у нас кукурузкой и одно тоже с пшеничкой тут у нас еще не все созрело но со временем созреет все будет нормально в общем то я думаю мы сильно тянуть с этим делом не будем и погнали заниматься уборкой да кстати за кадром я купил еще вот такой вот один прицепчик он на 45 кубов потому что мы первый день заканчивали у нас оставалось по сути дела только развести грунт на теплице и навоз на компостную яму и там очень до хрена и gc бишка в общем-то это в миллион лет ушло бы на это все дело поэтому я купил еще один прицеп чтобы это все дело ускорить он недорогой поэтому все нормально значит мы начинаем уборку полей и в первую очередь мы идем убирать лен комбайн уже работает вовсю gc бишка ему будет в этом деле помогать отвозить это все дело на базу то что он соберет также у нас здесь есть льняная солома которую надо будет обязательно переворошить и продать принципе она не очень дешево стоит поэтому мы ее просто тупо продадим ее нужно будет переворошить еще раз заволковать затюковать и вот так вот а после всего этого мы это поле засеиваем травой и будем здесь собирать траву косить и собирать да знаете друзья пока у нас идет уборка первого поля я вам еще расскажу как у нас обстоят дела вообще с нашими садами теплицами садами в общем-то ничего не изменилось тут растут саженцы моих посадили еще скорее всего они один день будут в виде саженцев садами все довольно долго происходит потому что деревья плодоносит раз в год что называется и уж точно не каждый день также друзья вот тут вот яма наша компостная как у нас тут дела то она уже кстати все переработалось довольно быстро значит она здесь компостируется все здесь у нас лежит чуть больше миллиона компоста дело в том что во первых мы купили навоза перевезли сюда во вторых вот эту вот площадку которая у нас здесь находится я таки выкосил хотя она уже заново выросла это вроде как не полностью не не самая выросшая трава если это да и еще одна стадия есть принципе можно ее уже косить можно будет потом неважно в общем-то отсюда траву перевезли правда и здесь было не сильно много а потом в два часа у кузнецова появился еще компост там тоже около 400 450 мать его кубов и я это дело тоже купил там тысяч за пять и перевез сюда также друзья мы покупали еще пару серий назад грунт и я его таки тоже отвез на теплице и поэтому наверное имеет смысл его загрузить вот он здесь вот лежит весь такой красивый грунт и красивы да я как могу сказать иногда тут сейчас немножко изменилось меню с новым обновлением придется вот так вот тыкать каждый раз на каждую что с ним делать но теперь можно будет внести удобрение или внести компост правда где будет храниться компост я еще не разобрался и выгрузить грунт 5 стадий теперь можно будет вносить я еще но в общем то тоже нет не разобрался да а вот присоединить склады грунт будет браться отсюда также можно товарные склады подсоединить от этих самых от садов это прикольненько это прикольненько ладно короче говоря да обогащенный грунт мы сюда закинули но и надо купить рассаду и что-нибудь сюда засадить как раз сюда приехал наш урал у нас доступен первый сорт по рейтингу нам надо купить 7 поддонов чего-либо денег у нас не особо сильно много ну давайте ладно начнем с помидорчиков помидорчики это всегда хорошо раз два три 4 5 6 7 берем садимся в наш урал включаем автопогрузку закидываем вот это вот все делаю на борт в нормально вообще мне раньше был маршрут курсплея но сейчас наверное его уже до его уже нету но ничего страшного привязываем ремнями эти самые поддоны и отправляем его тогда по автодрайву вот такая посадка и вроде как это все дело должно работать не помню что там работает она или нет сейчас заодно и проверим мы возвращаемся на наше поле тут во все идет уборка и в принципе скоро она закончится поэтому я думаю что можно уже будет поставить вот кстати садит урал эти самые помидорки наши и списывают у нас денежки ну ладно я не об этом вот эту вот штуку надо поставить обязательно на поле это у нас сено ворошилка она будет ворошить солому и делать из нее сухую солому льна потому что сухая солома льна стоит в миллиард раз дороже короче этот челик у нас поехал работать с ним все нормально я думаю он не должен будет догнать комбайн хотя ему тут 10 работать 10 минут работать осталось комбайну по моему 10 минут ну ладно они должны будут нормально разрулиться если что их приторможу не знающую взял что он тут 10 минут будет вот тут два-три прохода осталось так что он это сделает быстро вот эта штука прям носится и у нее все хорошо куз разворотами чуть она на за а ну да у меня стоит разворачиваться в пределах поля электротрактор вот этот он идеально просто подходит вот под эту вот работу хотя мне такое чувство что сено ворошилка к нему по размеру не подходит она реально выглядит какой-то здоровый по сравнению с тракторенком но ничего страшного все нормально в общем-то этот вот товарищ погнал что он реально смотрите едет прям несется но или у меня такое чувство что он несется прям потому что он маленький а в общем-то работать со своими задачами справляется молодчинка значит а друзья 18 поле у нас полностью убрана и оттуда мы с вами получили где наша ферма 25 кубов урожая это не что а кстати я забыл сказать вообще что пока я автодрайв точнее возил мне там грунт навоз вот это вот все дело я еще взял контракт на свеклу 30 поля в общем то где это вот вот это вот поле со свеклой с аренной техникой я его убрал там 30 тысяч за это дело мы получили излишки свеклы отвез на базу чтоб она у нас лежала для наших коровок так что в общем-то свекла у нас есть эта проблема у нас решена далее у нас идет уборка пшенички тут в общем то они пускай убирают у них все будет нормально а также закончилась у нас сено ворошение если можно короче ворошить соломку до сено ворошилкой мы закончили сейчас тут волкуется это все дело уже поэтому можно даже запустить тюколку которая будет у нас все это делать тюковать и кто у нас поедет тюковать у нас поедет вот этот товарищ тюковать оранжевый и знаю почему но хочется исправить именно его . этот товарищ нас пошли работать будет сейчас подбирать эту соломку не знаю насколько быстро он будет ехать и кто быстрее волковалка или тюкалка но если что мы его приостановим пару рабочих мне сейчас было п Eduardo делать Я имею ввиду несколько орудий на одном маршруте, потому что есть такая фича. Еще, друзья, нам понадобится, конечно же, вот этот вот Урал, чтобы собрать вот эти вот тюки, которые сейчас здесь натюкуются. Хотя, я так понимаю, они сильно мешать на поле не должны будут, поэтому можно будет просто подождать и пока позаниматься какими-то своими делами. Также, кстати говоря, можно сразу же отправить и посев, потому что сейлка пока съездит с земенами, он его точно не догонит. Здесь у нас поедет красный наш трактор и сеять мы будем там траву. Берем вот эту вот сейлку, выставляем ее вот сюда, тут все просто. Ставим травку, конечно же, ставим этому товарищу автогруз обязательно и загрузить траву, какая первая сорта, без разницы. И загрузить из садового центра один раз, потому что этого бункера прям точно хватит. А также рисуем ему курс-плейчик на 18-м поле, да, с ближайшей точки, 6 метров, тут все нормально, пускай вот так вот он и едет. И, конечно же, автодрайв, да, кучу всего надо выставлять, но зато все работает. У нас поле 18, загружаться на садовом центре, садовый центр, садовый центр, семена. И загружать семена, вот так вот. И, в общем-то, давай едь, сейчас он сам поедет, купит себе семян, потом вернется на 18-е поле и засеет его травой. Вот так вот все классно. Тем временем, кстати, нам уже пшеничку сюда первый прицеп привезли, почти полный. Ну, пшениц, ясен пень будет больше, чем льна. Тут в гадалки не ходи, хотелось, смотрите, уже 4 тюка есть. Можно их даже съездить подобрать. Ну, да, тут это поле очень маленькое, поэтому работа на нем проходит прям очень быстро. Собираем вот тюки. Я не думаю, что мы здесь вообще целый прицеп тюков насобираем, но все равно лишнее копейка не будет. Тюки все-таки дорогие, вот эти. И там он еще один появился. Лепота. Давайте тоже подберем. Тем временем, друзья, у нас закончилась полностью уборка этого поля. Оно уже сеется травкой. И собрали мы 17 тюков. Поедем их потом продадим на ткацкую фабрику, но она работает с 10 часов утра. У нас сейчас без 10.8, поэтому чуть попозже мы это сделаем. Тюки у нас сейчас придется освободить с платформы, потому что вот эта штука нам понадобится для уборки другого поля. А именно поле номер 7 у нас собирается. Тут, кстати, уже тоже почти все сделалось. Пшеничка собирается потихоньку. И пшеничка дает нам солому. Мы, в общем-то, в первую очередь из-за соломы, наверное, ее сюда и посеяли. Хотя и отруби нам тоже нужны будут. Копируем, в общем-то, маршрут нашего комбайна. Тюкалки, чтобы он ехал ровно по тому же маршруту. И собирал солому ровно за комбайном. И тюкалку тоже отправляем работать на поле. Он сейчас будет собирать тюки. И эти тюки мы отвезем на наш коровник, на склад тюков. И они там будут лежать. Хотя их вообще здесь будет довольно много. Я думаю, что один прицеп мы еще и на овчарню отвезем на всякий случай. Пускай там тоже они будут. К овечкам тоже, друзья, надо уже готовиться потихоньку. Ну а на соседнем поле у нас уже тут идет посев травы. Во всем тоже довольно быстро это все происходит, потому что поле очень маленькое. Но, друзья, нам надо еще разобраться со льном. Весь вот этот лен, который мы собрали, сколько у нас там его получилось, я уже даже и забыл. 25 кубов, 464 литра. Его нужно переработать нам на маслоэкстракционном заводе. Завод работает круглосуточно, поэтому, в принципе, этим уже можно сейчас заняться. Мы будем делать льняное масло и жмых. Ну, нам нужен жмых, понятное дело. Есть у нас 25 кубов, 460, упс, 464, мы 463 отвезем и получится у нас ровно 14 кубов жмыха. За 2 часа все это дело переработается. Единственное, денег это дело стоит очень много. Но мы потом еще продадим это самое льняное масло и немножко отобьем. В общем-то, оплачиваем работу и у нас есть необходимо доставить больше половины ресурсов. А, ну мы доставляем все. А, и стоимость, кстати, заметно падает. Отлично, я просто забыл, как это дело работает. Во, оплачиваем 14 тысяч, у нас есть 1 час на доставку сырья. Тут, в общем-то, все просто. Мы просто загрузим вот этот вот наш прицеп, все, что есть. И по автодрайву его сейчас отправим туда, чтобы он разгрузился, и все будет у нас хорошо. Давай, дружище, вот отсюда вам. Загружаю весь лен. Да, 1 литр я там меньше сделал, потому что все мы знаем вот эту вот интересную историю про 1 литр. И постоянно где-то его когда-то куда-то не хватает. Вот, ставим этому товарищу разгрузку на маслоэкстракционном заводе. И выгрузка, да. Просто зерно выгрузка. И он туда поедет, там это все дело выгрузит, и все будет нормально. Тем временем, друзья, у нас закончился посев 18-го поля. Он вообще почти толком семян не потратил с бункера. Ну, то есть, их очень мало уходит. Это, в общем-то, понятно. Ну, и поэтому, товарищ, давай съезде вот эти семена продай. Семена прот. Во. Он их съездит, продаст, и мы поставим посев другого поля тогда. Тем более у нас уже почти убрана солома. Осталось тут совсем немного. 4-5 рядочков, да. Одну машину я уже отвез на овчарню. И езжу потихоньку, собирая вот тюки, которые пойдут на коровник. Ну, в принципе, тут все остальное пойдет полностью на коровник. Потому что, во-первых, соломы надо коровам больше, чем овечкам. Там больше загонов для коровок. А во-вторых, эта же самая солома еще и на моносмесь пойдет. Поэтому туда солома пойдет больше. И рисовое поле, которое мы с пшеницей тоже уберем, оно тоже полностью пойдет на коровник. С этим понятно. Также, друзья, мы полностью убрали пшеницу, как я говорил. И поэтому у нас есть эта самая пшеница на складе. И получилось из этого поля почти 60 кубов. Пшеница нам нужна в двух местах, скажем так. Во-первых, нам нужны отруби на коровник и птичкам. А также нам нужна сама пшеница. Отруби мы получим еще из кукурузы. Не знаю, как тут правильно вообще все это дело рассчитать. В общем-то, один прицеп пшеницы мы отвезем на линию производства комбикорма Несушки. А весь остальной переработаем в отруби. Я думаю, так будет правильно. Поэтому переносимся мы к нашему вот этому вот возилке нашей. И на базе ты забираешь пшеничку и везешь ее на птицеферма зерновыгрузка. Боже, а я туда маршрут, оказывается, проложил. Ну ладно. Везешь ты туда пшеницу и съездить тебе нужно всего лишь один раз. После этого он вернется на базу. Когда соберем остальную пшеничку, тогда и отвезем ее на мельницу на переработку в муку. Так, кстати, подсолнечник у нас тоже уже давно собирается. Тут минут 20 ему поработать и он все соберет. Подсолнечник у нас тоже пойдет на жмык, насколько я помню. А также там еще лузгаб. Но неважно это все. Это возврат семян. Как раз приехала травка туда на место. Ну, семена мы потратили копейки и получили обратно копейки. Тут ничего нового. Сейчас надо этого товарища еще будет поставить что-нибудь посеять. Только надо выбрать, что же мы будем сеять. По сути дела, я бы на самом деле повторил бы еще пшеницу и кукурузу разок. Так, выгружаем сюда тюки. Потому что и солома нужна, и... Вообще, можно, кстати, даже и посмотреть, что нам еще надо. Во-первых, комбикормовый цех. Пшеницу, кукурузу мы получим. Жмых отруби мы, по сути дела, тоже получим. На кормосмеситель мы тоже все получим. Кстати, травы бы немножко еще подсобрать или сена. Потому что, да, я на коровнике заполнил коровок. Все, что было. Силос у нас уже переработался, кстати, и в силос надо будет. Ну, ладно, травы пока сейчас нету. Или съездим, покосим лужайку. Я еще, честно говоря, не придумал. Видите, здесь сено, трава уже забита. Свеклу, морковь, кстати, надо будет отвезти. Но это ручками надо будет сделать. Это мы отвезем. Отруби жмых мы тоже отвезем. Воду починим мы на смесь. Ее пока нету. Солому можно, кстати, уже и заполнить, по факту. Не хватит нам соломы, потому что на складе 104 куба. А нам здесь как раз 100 и надо. Чтобы заполнить все. Вот так вот. 100 еще один тюк остался. Ну, мы еще там пополним. Как раз у нас будет и на моносмесь. Там моносмесь здесь много влезает. Да, здесь можно все это дело закупить. Но, знаете ли, хочется по фэншую. Короче, да. Имеет смысл посадить пшеницу и кукурузу обратно. А на рисовые чеки мы уже рис посадим. Чтобы был там рис. А этого товарища тогда можно и отправлять уже на работу. Здесь у нас тюки уже все затюкованы. Поэтому можно и по кругу будет покататься без проблем. Рисуем ему маршрутик. Поедешь ты на поле номер 6. И на базе будешь загружать семена. Ну и автогруз, конечно же. Тоже ему нужно нарисовать. Чтобы он пополнялся. Ну и все. Можно отправлять его работать. Он приедет, все засеет. Тем временем тюкалка у нас закончила свою работу. Можно отправить ее пока что отдыхать. Но у нас есть еще одно поле с соломой. Поэтому он еще сегодня поработает немножко. И да, кстати, раз у нас поле вот это вот убрано. То, соответственно, имеет смысл нанять самолетик и его удобрить. У нас поле номер 7. Шестое поле у нас уже немножко удобрено будет там, где убран урожай. Соответственно, после посева этих полей мы еще раз заказываем самолет. И вторую стадию удобрения вносим на оба поля. Ну и на 18 поле, кстати, тоже надо будет заказать самолетик. Чтобы все было там хорошо. Поехали, соберем тогда тюки оставшиеся. Отвезем на коровник. Ну и все вроде у нас с этим полем будет закончено. Останутся только рисовые. А еще, друзья, я тут вспомнил, что к чизелю можно сзади подцепить сейлку. Правда, сейлка наша, точнее, сажалка. Она 4 метра шириной. 4,5. А чизель 4. Мы, в общем-то, отправляем его работать на 4-х метровом маршруте. То есть, получается, сейлка будет немножко больше работать. Но она, получается, будет сеять там, где уже посеяно. И семена там тратиться не будут. Короче, в один заход попробуем сейчас все это сделать. Ну и будет она ездить без проблем, пополняться, разумеется. Видите, сейлка чуть-чуть шире, чем культиватор. Но вроде как это должно сработать. По крайней мере, на карте оно идет как посеяно. Отлично. Ну и здесь вот это вот будет еще лучше видно. В общем-то, вот эти вот два поля у нас сеются. Убираются, сеются. Тут все прекрасно. Ну и, друзья, на этом... А, да, кстати, на кормосмеси отвезли вот эту штуку. Точнее, на комбикорм. Вот. И на этом, друзья, наверное, мы эту серию закончим. В следующей уберем рисовые поля. Их засеем. Там подготовим. Все сделаем как надо, чтобы было все красиво. Плюс покосим травы немножко, чтобы запустить кормосмеситель. И, может быть, посмотрим, что там у нас с коровами будет. Может, уже будет пора их заводить. А также разберемся, кстати, с этими урожаями. Что куда надо. Короче, работа у нас валом. Чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал. Не забывайте про лайки и комментарии. Чем больше лайков, комментариев, просмотров, тем быстрее выходит следующая серия. А если хотите смотреть серии заранее, то можете оформить дешевенькую спонсорку. Кстати, спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Ну и всем остальным огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok